Всем привет, с вами Юмиле. Мне недавно советовали посмотреть канал Бэш, и давайте чекнем его самую-самую первую анимацию, как мы выживали без интернета. Мне интересно показался стиль его анимации, и сейчас, когда увидите, всё поймёте. Поехали! Это школьник. Давай попробуем лишить его телефона. И интернета. А в моём детстве приходилось выживать без того и другого. Да, сейчас это кажется немного диким, но для того, чтобы позвать друга на улицу, нам реально приходилось вставать под его окно и орать его имя на весь двор. Черёга! Черень! Черёга! Я помню, что домофон у нас был не всегда. В каком году точно его установили, не знаю, но в какой-то момент у нас даже домофона не было дома, поэтому актуальнее. Телевидение. Поэтому десятилетний я, мой брат и наши друзья Серёга и его брат Андрюха с нашего двора были вынуждены самостоятельно придумывать себе развлечения. Пацаны, смотрите, это же говно! Ловь, я на твоё! Солны, это твоё говно! Серёга был немного старше Андрея, и, как и полагается старшему брату, частенько на него срывался. Андрей, блин, ты чё сделал? Сам стирать будешь? И вообще теперь это твоя кофта! Но, знаете, всё было не так уж и плохо, потому что у нас был самый лучший на районе двор. В нашем распоряжении был корт, расположенный прямо в его середине. Наверняка вы сейчас подумали про теннисный корт, но для какого именно вида спорта был предназначен этот корт, я затрудняюсь ответить до сих пор. Внутри корта стояло двое хоккейных ворот и два баскетбольных кольца. Но земляное покрытие с холмами и сорняками годилось разве что для выгулки собак. Хотя зимой иногда в него закидывали шланг с водой, видимо, чтобы коньки скользили. Короче, другие дети в этом корту появлялись крайне редко, поэтому корт был наш. В те времена... Ну, вообще, у меня тоже было такое, что наш двор был центральным, и ребята с других дворов к нам всё время сходились, и все веселились, играли. Было весело. Делику часто крутили зарубежные боевики 80-х и 90-х. И это немного странно, учитывая, что на дворе вовсю шли двухтысячные. Но мы любили их смотреть. Особенно любили фильмы с Джекичаном. Естественно, не из-за сюжета. Мы были в восторге от эффектных драк с вертушками и сальтухами. А чего только стоит умение Джекичана использовать в бою, казалось бы, неприменимые для боя предметы? И вам это нравится? Да в жизни так никто не дерётся. Это же постановка. И вы, наверное, подумали, что мы такие разочаровались. Но нет, нам стало даже интересней. Причём настолько, что мы сами захотели заниматься постановкой боевых сцен. Так у нас четверых появилось новое увлечение. Так вот, вернёмся к нашему корту. Как вы уже поняли, хоккейные ворота и баскетбольные кольца нам были не нужны. Всё, что нам было нужно, это небольшая, ограждённая территория, где нам никто не будет мешать. Практически ежедневно мы собирались в корту и придумывали боевые сцены с определёнными персонажами в определённых местах. Давай ты сейчас как будто бы с вертушки мне в челюсть пропишешь, а я в момент удара отпрыгну посильнее, как будто отлетел. А сейчас я как бы с прыжка тебе коленом нос сломаю. В наших головах была огромная библиотека персонажей и локаций. Это прям, как знаете, кино снимают и подобные постановки делают. По типу, кто-нибудь замахнулся, кто-нибудь отлетел, потом наложили звук и всё, как будто бы... Из разных игр первого Плейстейшена, Сеги, из фильмов и мультиков. Мы как будто бы играли в файтинг, где в качестве бойца можно было выбрать кого угодно. Так, например, мы устраивали схватку черепашек-ниндзя с людьми Икс на Звезде Смерти. Нео из Матрицы против Брюса Ли. Шао Кан из Мортал Комбата против Хан Мьютира из Бойца Баки. Само собой, постановки иногда выходили из-под контроля. Блин, чувак, ты живой там? Меня никому не одолеть. Я сильнейший боец в мире. У тебя чё, нос сломан, что ли? Это всего лишь царапины. Твои удары для меня ничто. Чувак, блин, надо в больницу, надо в больницу! А ну заткнись и продолжай драться, щенок! Со временем... Слушайте, мне это напомнило одну из серий Южного Парка? У нас даже начало получаться. О, блец, Баки, я не смотрелась сейчас. И наши постановки становились всё более правдоподобными. Мы настолько сильно увлеклись, что начали изображать драки даже за пределами корта. В этот раз мы втроём напали на Андрея, а он пытался от нас отбиваться. Эй, вы! А ну отстаньте от парня! Что он вам сделал? Я сейчас полицию вызову! Всё в порядке, мы просто играем. Не переживайте, это всё не по-настоящему. В этот момент к Андрею в голову пришла гениальная идея. Помогите! На помощь! Вот стойте, парня! Серёге эта идея явно не понравилась, и он решил взять ситуацию в свои руки. На помощь! На помощь! Дебил! Завязывай! Скажи, что мы играем! Знаете, почему я сказала типичная отмазка? Потому что в моменты драк очень часто бывает такое, что... Ой, боже, я сейчас кое-какое слово странное не сказала. Короче, люди, которые затевают драку, они говорят, да не, это просто игра, мы просто играем. Да не играем! Не играем! Идиот, говори! Она сейчас ментов вызовет! Помогите! На помощь! В итоге Андрею всё-таки пришлось сказать, что мы играем, когда женщина достала телефон. И, естественно, сначала она не поверила. Но всё встало на свои места, когда Андрей начал смеяться как дебил. А потом мы все начали смеяться как дебилы. В то время мы вчетвером ходили на тренировки по ушу. И по субботам там устраивали спарринги. Так вот, в одну из таких суббот тренер решил, что было бы интересно посмотреть, как дерутся два брата. И поставил нас друг против друга. Я посмотрел на брата, и мы сразу поняли, что нужно делать. Вызывайте скорую! Она скоро понадобится этому петуху! Я сказал, что разнесу тебя на раз-два! И вы сейчас наверняка подумали, что в реальности со стороны это выглядело, как два мелких дебила просто дурачатся. Но оказывается, в карту мы реально чему-то научились. Во время боя я пнул брата прямым ударом ноги в грудь, а он отпрыгнул назад и перекатился через голову. Сказать, что тренер был в восторге, ничего не сказать. Он остановил бой, похвалил нас обоих и сказал, что это был лучший бой за сегодня. Наверное, он бы расстроился, если бы узнал правду. Но так как у нас не было цели научиться драться, я считаю, что это был успех. Эй, стой! А лайк? А подписка? Вот так-то. Сейчас, окей. Я подписана? Нет, не подписана. Хорошо, я подпишусь и лайк поставлю. Если захотите, я могу сделать еще на него реакции, но если в любом случае вы не будете гореть таким желанием, то я потом посмотрю сама его анимацию, потому что мне его стиль изначально понравился, то, какие у него фоны и рисовка самого персонажа. Поэтому, да, буду ждать вашей активности.